Всем здравствуйте, это снова Игорь. Сегодня у нас уже 25 мая 2013 года. Сегодня я хочу прогуляться, чтобы сегодня знаете куда? Там, где у нас парк есть из-за монтажников. Кстати, я расскажу вам историю о том, что мы там проживали. Да где мы только не жили за всю жизнь. Начиная с Парково-4А, где мы Елизарово, там были пожары у нас, кстати, были, пожары, было и наводнение. Запили нашу квартиру полностью, что-то у меня елка горела, кстати, пожары были. Есть еще рассказать, и на монтажников жили, есть истории, и приятные, кстати, не совсем приятные. Много чего можно рассказать, много чего можно позаписывать. А мы, да, сегодня посмотрим в парк, где там какой-то есть, где самолеты. Сначала, наверное, сниму, сходим. Теперь, кстати, погода у нас такая дождливая, возможно, еще дождь пойдет. Поэтому музыка, соответственно, будет грустная тоже. У меня много музыки, чтобы сказать, тонны музыки, вообще. Да музыка это не проблема, и много можно найти. Музыка это не проблема. Проблема, да и видео снимать не проблема, и много мест еще в городе Тюмень. Я не... так можно до бесконечности разговаривать, и истории уже много, так вот 40 лет позор. История, ну, проблема все в том, по времени. Я специально свободично не выхожу куда-то в Тюмень, только по работе. Сегодня по работе как раз в ту сторону идти, ну, в сторону монтажников. И там красивые, кстати, дома будут. Вот там и рассказываем истории. Пока я услышал, как это из дома. Утро такое дожедливое. Ой, да я еще прослышал. Память освободил на телефон на час. Так что будем придерживать это время. Слышку нормальную никак не могут запричить. Но хотя мы с одной к лучшему, так все больше времени будет заняло. А так часик позаписываешь. Все меньше времени. Время и так все ценное. Ну, ладно, что-то я не о том-то говорил. Пошел и вот. Вот. Пошел. Это церковь, опять же, парка. Но сейчас мы пойдем туда. Тихонечко. И спеша, опанье, и солнышко выглянуло. Ну, и ветер опять подул. Здравствуй, ветер, дорогой. И опять мне будет заглушать голос. Да? Ты, наверное, мой друг уже стал. Раньше, кстати, я не любил. А теперь же просто привыкнули все эти. Да, да. О, как купола засверкали. Ну-ка, давайте-ка увеличим, а? Надо что-то придумать. Я уже в клеенку уложил сотовый, да? И ветра как-то меньше было слышно. Но зато шуршание клеенки было слышно. Голос мой был непонятно какой через клеенку. Зато это так спасал как-то сотовый от дождя, от луж, вот этих вот. От дождя спасал от воды. Потому что враг, ой, те, ой. Вода для техники враг, мы-то знаем, я уже рассказывал уже. Для людей вода это друг, если, да? Вода это жизнь. Но для техники это враг. В первую очередь, осуществление происходит. Техника ломается, хватает все эти, окисляется, дорожки пропайки. Так, ну ладно, не в этом случае. Так, нам дойти вон туда надо. Там у нас это, монтажников, где мы жили, раньше рассказывал что-нибудь. Хотя говорят, ссоры резьбы нельзя выносить. Но я постараюсь образно, как-то, и когда вкратце, лично я приобретаю. Я там, а может, не буду рассказывать. Я там, у меня вообще цель сегодня дойти, да. Там какой-то есть парк или сфер, я не знаю, как называется, узнаем. И посмотреть там самолеты раньше были, остались. И там, кстати, хорошие районы есть. У нас новостройки красные такие. И ТЭД смотреть трубы. И, кстати, именно сейчас нам вини-ноуще читал. Сейчас увеличат тепло, они будут что-то там тестировать или что. И это самое интересное. Нагрев будет до 100 градусов, написано и воды, и тепла, батареи. Когда уже и так тепло на улице. А когда мы не могли дождаться, зимой, у меня еще окна продувают до дома. Не могли дождаться тепла, все не было его. Вот так обычно у нас в России бывает. Сейчас еще и оплату поднимут в расчетке за тепло на забавку. Какие-то делают, блин. Эти все тридцать. Расчетные, ну, кеменские расчеты на проведенный центр тридцать. Лезть будем денежки в карман с народа. Как преобразились все автобусы, уже я давно на них не езжу. Уже и не узнать. Техника тоже преображается. Уже КамАЗ или не КамАЗ какой-то новый. Всякие маршрутки новые появились. Газель, НЕКС. Так, я вот это вообще не планировал никак записывать. Посюда ходить. Я хотел начать видеозапись сегодня с парка, где самолеты. Можно подмонтировать будет, но тогда все эти приветствия и все заново, а это стирать тогда. Вот я сам пока не знаю. Дома еще подумаю. Но пока так для записи оставлю. Ну да, точно, можно еще и к Современнику стоить. Вот там Современник у нас. Я, кстати, давно там не был. Вот точно, может начать с Современника, а потом уже самолетом и к лучшим районам города Тюмени. Красивым, как-то не лучшим, а красивым. Дорогим. Ну вот, значит, наш Современник. Современник, не знаю, что-то современного. Ну вот, например, какой-то бассейн. Раньше вот-то явно не ездил с вертинами еще. Ну-ка. Вот смотрит под этим. Мне, кстати, вон та, извините за некурсурное слово, поизвиниться. Сооружение, точнее, что я не знаю. Надеюсь, что там затихать. Интересует больше, потому что оно вот спортивное. Вот здесь мы его, туда он сходить на них. И тут особо современник, как современник особо и не на что смотреть. А вот... А вот туда... Ну, прямо как в каком-то симуляторе аквапарта был, который я раньше записывал. Сейчас забросил видеоигрушки. А мне до сих пор пишут люди, где скачать эту игру, дай ссылку, ссылку дай. Я даже песню придумал туда. Ссылку дай, дай. Стоими ссылками. Это паря просто такое. Сначала банил, потом игнорировал. Потом сейчас вообще никак. И параллельно. Игнорируй так, не получается. Не отвечаю. Потому что давно уже говорил, стал объяснять всем, что югурский мазер давным-давно заброшен. Они меня не интересуют. Как бы мне куда-то пройти он. Платуски какие-то. Ну-ка. Он туда. Что это такое? Что это спортивное построение? Ну, ни хрена себе. Не зря я сюда зашел. Не, я тут раньше был, но тут такого еще не было ничего. Вот это что не... А, оно платное тоже. Я-то думал, бесплатно тут сейчас пойду, попрыгаю, поскочу там, полажу по канатам. Это какая-то... А, канатный центр. Где-то видел такое. Он залазит на лестнице. Вот так вот такая. И это сверху на канатах. Это, кстати, для церкви получается. Ну, это для детей. Вон, кстати, мост. Ребята, мягушатайшийся мост. По нему держаться надо за канаты и передвигаться. Это, кстати, баланс. Хорошая затренировка. Хорошая шутка. Ну, ладно, кажется, дождь собирается. Ушел я к цели своей. Ох, я чувствую, сегодня опять видео будет длинным-длинным. Подложительный футбол. Ну, ничего, у меня, говорю, тонна музыки подготовлена. Единственное, что время вам очень много займёт. О! Облака рассеиваются. Так, где тут выход у них? Вот мы побывали у современника. Вот, кстати, в тот район-то ещё сходить. Ну, будет время и туда стоим. Мне сейчас не надо займёт. Я там тоже был, там можно ещё, что-то писать. На память. На видео память для истории нашей прекрасного города. В фильме. Скоро-то всё меняется со временем. Сегодня, например, тут есть цирка, завтра её может не быть. Так, как побывали. Ну, так и говорят, что случится. Здесь всякие вандалы здесь. А вот, вот с такими-то примечательностями, да, просто. Может, что-то могут реконструировать, могут переделать, могут снести. Если там какой-то богатенький дядька хочет что-нибудь свою установить. Парковку или что там, что-то мест мало. Тем не менее, для парковки все жалуют водитель. Не, я не водитель, не там. Ну, все жалуют, парковок мало. Так что, может, запросто парковка появится. То есть, я вот записал в 2013 году, в апреле данное видео, где-то ещё есть вот такие для детей аттракционы, да, что-то лететь. А завтра запросто может не быть, парковка появится. Я вам говорю. Ну, не завтра, это завтра, имею в виду будущее. 2018 год, там, 2020 год. Может, здесь уже и не быть этого. Всё может быть. Так, у меня так места не останется для записи и цели. Цель у меня самолёты позаписывать. В парк. Вчера мы записывали Катюшу, да, арт-объект. Просто примечательно. Сегодня хотелось объект самолёт записать военный. Вон там в парке, вон там, до монтажников. Кстати, ковчег. Видите, что здесь? Сейчас мы идём широтная, смотрим. Я туда иду. Это рядом как раз с монтажников, где мы проживали. Там ковчег был, магазин. Не видали, до сих пор есть. 5-10 лет. Сейчас мы посмотрим, что его записано. Хотя я тоже не планировал. Ну, тут машина, автомобиль проехал, напомнил мне. Вот так совпадение. Бай же совпадение. Как я уже рассказывал, видимо, всё случайно, это уж как-то. Это не случайно, это не для. Всё так и должно быть. Так, ну, ладненько. Зачастую просто совпадения стали у меня. Я уже перестал верить. Уже время я всегда знаю точное. Несмотря на время. Я уже чувствую время. Потому что с возрастом, минимум, это приходит. Время, дата, всё это не проблема. И в событиях чувствовать людей уже научился. С возрастом всё приходит. Или с какими-то мрачными событиями в жизни. У меня их много очень было. Наверное, я грустный человек. Меланхолик какой-то. Ну, ладно, не буду. Это моё состояние такое нормальное, когда я вырущу. Я не всё употреблюсь. И никогда-нибудь я не умею. Всегда себе я отручу. Не понимаешь. Ну, вот я переезжаю. Как? Чего бы я там? Неужели до сих пор магазин так не убрали? Ну, это для бытовой техники. Ой, для быта. Мангазин был там. Ванны для всё продавали. Мы там покупали. И храны всё. Состоянно ломали. Всё. Ах. Монтажники всё вспоминать. Кстати, в этом доме, который я говорил, покажу. Монтажники. Монтажники. В 16-й. Преходим. Ах. Это был. Так. Да, тут в 16-й. Постоянно тараканов было. Потому что это как старый панельный дом, где мусоропроводы. Мусоропроводы. Многие уже знают. Думаю, что не все. По ним в основном крысы и тараканы и бегают. Ну, крысы, слава богу. Только в деревне у нас раз как-то обнаружилось в доме крысов. В санузле. Идёшь такой, пописывайся, там крысы. Это было охрененно. Да. А в этих домах вот тараканы, свет включишь, туалет. Они около воды, у бочков. Постоянно. Собирались, тусили, как говорится, с самого лета. Это было жидко. Сейчас-то в современных домах Мазелинского. Там же проживают, слава богу, мусоропроводовку. Соответственно, все это фигни. Тараканы. Нет ничего. Выложили от травы. Травы очень. Бедно не спасало. В какое-то время тогда. Интересно, кому-то вообще нет. Потому что тут смотрит интересно. Я смотрю там, что появлялся в стадии. Одобрения, которые я считаю, что я не знаю, что в Италии. Но одобрения в стадии появлялся. Поддерживает. Но даже если и слайк будет, просто я уже втянулся. Даже тем, кто не нравится, я не виделся. Я уже это втянулся и это записываю просто для истории города. Чтобы потом посмотреть из-за нескольких лет. Я уж так и делал раньше. В 2008-м записывал видео. А потом смотришь, уже этого нету. Если пересмотришь старые видео. В том-то, в том-то месте. Вот он, в центре, в том технике. Что-то меняется во время. Это все для истории описывается. Истории моей жизни, истории Тюмень, города Тюмень. Вот так. Это как фотографии люди делают. Потом смотрят где-нибудь даже в черно-белом. Современники уже смотрят. И уже этого нет в сомене. Так вот, это тоже можно было даже в данное видео. Относимые прогулки по городу Тюмень. История города Тюмень. Видео для истории города Тюмень. Просто история Тюмень. Вот он, ковчег. Все-таки он существует еще тут. Раз автомобиль проехал грузовой, значит, он еще и работает, и функционирует. А, ну вот же, с 9 до 20. Ну, все, значит, уже доходим до моего дома бывшего. Ну, не моего дома, квартиры, и нашего дома. Уже и не нашего общего дома. Вот так, вступить как детство, и пробежаться по секунду еще по лужам. Так, так покуда пойдем по парку. Вот, кстати, красные дома начинают, и нет. И останется СКР только это записать. Потом назад. Так, у меня еще видео тут, что тут получается. Еще можно записывать. Около часа, 40 минут где-то. Ну, еще хватит времени. И так, о, насчет свежая рыба, свежая выпечка. Мясо, то есть, это не тот. Мы магазинчик еще посмотрим. Который я бегал в детстве, покупал выпечку. Существует там, нет? Может, зайдем в него тоже по пути? О, там вкусное пекли где-то. Так, сюда я посюда, да, решил? А не по оттуда ли лучше? Нет, я во двор пошел. И жил. А, нет, это не мой двор. Значит, вот сюда. Даже как вот там. Да, главное, что я всегда ходил. Правда, навстречу ветерам сейчас ходим. И тут. Опять-таки, с голосом будут проблемы сглушать. Может, лучше и по двору на облах найти. Ну, просто я вон, в тех красных домах. А, ну да, еще вот, на маршрутках. Раньше ездил, вот, 57-я. Я говорю, так можно бесконечно все рассказывать. Там, кстати, торговый центр какой-то будет построен. Не знаю, дойду не знаю. Все хотят все это наобратно найти. Хотя нет. Лучше знаете, как всегда говорят, оттягивать удовольствие от... 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 с неинтересного и переходишь в более интересного. Обычно так же делаю. Но, может, можно и наоборот было делать. Это неинтересно, а неинтересно. Чтобы сначала кто-то посмотрел видео, сразу все увидел. А, окончание можно уже не смотреть. Так это еще не те дома там. Я думал, где можно посмотреть. Сейчас везде, видимо, к ней настроим. Там, да? Там еще далеко очень идти. Еще когда болтаешь, встаешь. Так, все, принимал я. Кто-то на меня смотрит, кто-то что-то подумает. Так, смотрел, там вот так думаешь, что кто-то что-то подумает. На самом деле, все смотрел. Ну вот, я подскажу. Словно домой идут. Словно домой идут, да. Те же ощущения. Странно. Что-то прошло 10 лет. Не, ну, серьезно, будто 10 лет прошло, если вот так же пройдешь по тому же, может, по тому же пути по той же дороге. Как говорится, сапоги дороги знают. Ощущения те же. Полное же мыло, но вся кто-то это уже. Да это уже не мой дом. Это уже не живо. Ощущения все те же. Хотя я еще не пришел домой. Ну вот он, бывший. О-о-о-о. Сейчас смотрю на него и все понимаю. По сравнению с которым сейчас я в дом возвращаюсь. С которым жил. Теперь я все понимаю. Узнаю, почему тут дорога нахуй. Да. Сюда возвращаюсь к себе домой и здесь, где спустя. Ага. Вон там магазинчик продактовый. Есть ли? Ой, так говорю, можно бесконечно написать. Это... Сюда проблема только со временем. Ну что, пришел. Вот он, Монтарников 16. Когда-то проживал. А на каком этаже? Я вот сюда, с дельташек. Я не знаю, что он был. Мой. 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 Ну что, в магазин с ним все это было, что он был. Маленький. 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 Да, седьмой же был этаж тоже, как и на широтой 17, где мы подбежали. Ну да, точно, седьмой. О, а, вот он. И до сюда убрать. Надо видеть этот пяток. Родить, что он не бежит. Где-то, 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 чтобы историю нормально рассказать. Да, мы везде. Ладно, с тобой закроем. А, ну да, вот он и был. Ну, он наш седьмой же этаж, ну, как можно забыть. Ой, значит, жили мы там, жили мы старокаши, и не об этом, наверное, не буду. У кого нету невротерплющих людей, у нас, скажите, вновь. И у нас были проблемы, как-то боролись с этим. И даже выливал, лично я буду, когда уже повзрослеть начал, выливал. Чтобы отец не плавался, домой не приходил, пьяная мать не измевал. Даже тещу, мою бабушку. Ну, ладно, мне хотелось ссоры в курсе. Из-за этого мне точно не слайк, но не плепет. Но друзья, мне было отказать. Но приходилось защищать с ней, что только не было. И побои, и нас. Отец били, все наказывались с ней, когда подвыпьют родители. Ну, отец, мать-то, не пила. Наревелась, и вечер днем. Так. И еще надо сделать паузу. Не хотелось. Зачем тебе рассказывать, что у нас это ущество? Какие проблемы многие люди, наверное, в России особенно? В России. Есть проблемы с алкоголем. И все ведь знают, что... Какие проблемы в России? Не буду я уточнять больше. Хватит. Это о личной жизни поговорить. Ну, как-то так. Ну, извините, было, получилось. Не мог же я... О, молчать. О, хотя мог, конечно, промолчать. Вот это да, но тут точно я давно не был. По цвету, здесь по флагам уже настроили дома. Бело, чине, краска. Что было, то прошло. Сейчас уже, опять же, все смотрелся на меня. Что я тоже не курю. И он еще-то понял, когда пройдет, что в России тоже все это делал. Бросил все это делал. Бросил все это делал, как на преднему это было. Потому что здоровье было, что... Бросил все ноги ухать, надо встать. И он бросил все это делал. Тоже спортом занялся. Худеть начал, сейчас. Созваниваем с ним, да. Вот. Меня на днем рождения тоже поздравил. У меня уже вчера же день рождения был. Уже наладилась, жизнь налаживается, так сказать. И в семье. И в семье. И в жире. Все, спасибо. Говорю девушке этой фармацевтке. Девушке Кате. Судьба. А, да. Вот когда бабушка не встала, я туда судьба. И завела в туалетную бумагу. Я сейчас забыл. Но уходя на... Уходя на... Уходя на... Не знаю, очередной огненный страх. Историю. Вот. И целую семью изменила девушка Катя, да? Фармацевтка. Ну ладно, что-то я Катя лично в своем... Сначала я изменился, потом, не глядя на меня, в костюме. Отец, короче, спичек. Я занялся здоровым питанием. Что можно поступить. А то был полный, уже погибал. Прямо-прямо. А уходить уже не успевал. Вот часа килограмм. Слушай, такая была жирная, с ней и волк. Очень здоровый, очень здоровый, очень здоровый, очень здоровый человек. Так вот я и называю свою историю в жизни. Она отказала мне от взаимности. Но это только спасло целую семью. Вот, все не зря. Все не зря. Целую семью спасло, да? Представьте себе. Если бы она не отказала, все бы сдохли уже. Ой, ну вот так же. А вот правильно говорят девушки, говорят, нет. Мужчины, иногда правильно, нет. Мужчины, да. Женщины, девочки, девочки, нет, говорят. Правильно делают. Ну, конечно, могло... Могло поменяться и другую историю. Что там, кто-нибудь, на некоторые суицидники уходят из жизни. А кто-то в спорт уходит, здоровье наоборот. Смотря... Кажется от себя, кто как уйдет, куда. Я решил пересмотреть, наоборот, что уже тяжело было. По докторам побегал. Спортом занялся. Железо купил, гантели. Сейчас уходил. Для здоровья. Вот, сейчас магазинчик. Так, вот этот мостик. Мостик сейчас пройдем. И потом... Магазинчик должен быть. Ох, привет. Поехали. Ну, спасибо тебе, ветер. Ты опять не можешь меня поскучал. А где нету, наоборот, где нету. Не делайся. А где он? Не сли, ты вот тут там был, по-моему? Не, парковка. Ну, вот то, что я ему говорил. Не успел я его заснять, где я всегда покупал. Ну, явно он на этом месте стоял. А, ну, он дальше что-то есть. Там, по-моему, шина монтаж написана. Да, шина монтаж. Или он дальше все-таки был? А, нет, дальше, по-моему, был. Ну, сейчас дойду сюда. Я уж там, там, там. Ну, двигаюсь. Ну, как раз за руброчкой. Привет. Вот, я сходил. Я говорю, я пузырня буду бежать, как километр. Вот он, как раз. И сторонник, який. Не, я же стреляю, как будто памятник, я не понял. Вот, я посмотрел. Вот, я посмотрел. Вон он магазин, всё таки его не снесли Просто я забыл здесь свет назад, просто забыл где он находится Мне казалось он ближе, казалось дальше Или перенесли его хрен Да, да, вот жил Сейчас всё название там было такое Двеобразные У меня позон ещё тащится до Ашана, то есть я уже ушёл до Ашана за километр Это 25 уже человек, затем гружу всё равно Всё, не дайте Всё, не вертём Вернёмся домой Ну и где-то От тебя переделали уже или нет А чё его разломали-то? Ну он всё функционирует, нет Пострепушки себе продают Ага Слата за зону Вот тоже люди Как его название называют? Улыбка Отлично Улыбка Отлично Улыбка Отлично Оооо Как я помню Уху А я уже сто лет не ел в пищу горячих Я соскучился Ничего мучного не ел уже Куда три видите к диетологу не сходил а диету номер 5 прочитал который мне прописали на всю оставшуюся жизнь видите кто они педиатр или кто он его называет к кому не входил кто мне ее всучал к диету на всю жизнь нет не в этом суть конечно я смогу все таки есть это я даже выиграл вкусный пирожок и мне ничего он пошел уже раньше не шло сразу уходило то что я ушел мучное уже ничего болеть не могу просто я боюсь сорваться и подпеть снова на это и вернуться к старому вот чего я боюсь поэтому вся диета хорошего вкусного не видишь ты меня достал я боюсь не отдыхал Продолжение следует... 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 Живут тут и не знают, как обычно бывают, до таблетики не могли дойти. Я бы тут жил и конечно бы изучил. Маша женщина всегда работает. Ребята работают. Да-да, она ведь знает. Все логично. Живут, и дом рядом не знают. Как раз и впереди дождят. У меня есть отсутство, что какая-то дождь собирается. Давай торговый центр. Я помню, что торговый центр недавно открыл. Все, вы последние на сегодня люди в кадре. Замечательно просто. А где торговый центр? Я уже прошел. А, нет, подальше. Вон там. Еще дальше, что ли. Не знаете, мне туда уже не охота идти. Время сколько у меня еще позволяет? Ну, вообще-то... Есть на полчасика записи. А вон он. Да ни хрена еще до него идти-то. А я что, я упал, что ли? Да пошел он в этот торговый центр. Не пойду я туда уже. Все. Нет, с меня хватит на сегодня. Ладно, всем пока. С вами был Игорь. Спасибо за просмотр, как говорится. О, кстати, как смотрится вдалеку-далека. О, ни хрена там народу-то на меня таращиться окажется. Нет, на меня они же с автобусом. Нет, что, я действительно не дошел до торгового центра еще. А, нет, по-моему, он за вот этими уже до маями. Вон, откуда там маршрутка выезжает. По-моему, ему не так далеко осталось. Раз живем, так что не дойти. Тогда, надеюсь, мои трусы заоценят, нет? Или с лайками, как обычно, улетают. А я шел, считай, чтобы подвитель не сдался до конца. И пусть, например, есть ли там торговый центр или нет. Как он называется? Чего я тут забыл вообще? Зачем я иду? Зачем это? Сюда мне уже точно не надо было. Это уже свыше цели. Цель-то достигнута. Там здоровый огромный труд. Или я его прошел уже и не заметил. Или не дошел еще до него. А, вон он, там. Цель-то, где шел. Ни хуй нахудай от нас удаливится. А вторая... Да. У-а-а-а! Так! Здравствуйте! У-а-а-а! Продолжение следует... 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 Я по пути зайду обязательно, присесть негде, под домком тем более можно пройти, как ребенок, все куда-то надо забираться, пощупать, как я танки пощупал, сейчас мимо них опять, я не буду повторяться, все делать, как я и хотел, да, солнышко и этот район у нас более-менее красивый, который не стыдно показать, вот березки там, так сколько осталось, 20 минут записывать, надо бы рассчитать это время, память, видеопамять осталась на 20 минут для записи, чего-то на 20 минут. Главное, что дождя нету, так вообще я хрен что-то написал. Грустная музыка, уж поймите и простите меня, все должно быть ответственно. кстати, надо было все-таки, наверное, на обратном так все будет записать, я так хоть ветер закрывается, может. так все будет. кстати, а видео-то? думаю, ну нахрен кому-то надо все попадать в магазин. так, никак, но пойдем тут. мы, будем берем. ладно, по тряпке пойдем. здесь собирать. мягкая земля, где вверх, 5-й лет, где под главы, гороскопы по знаку зодиация в апреле здесь к земле ближе. а где этот мостик? а вон он далеко до него, далеко потом хотя смотреться надо было сейчас по городу ходить на разопадку нам все крещи действительно активировать, но я в это все особо не верю меня кусали в детстве, да, если крещи там 50 на 50, если энцефалитный, да, то заболеешь, а так-то хрен на нем укусил и пройдет, как будто, приобычной крещи, там как поведет эти дороженные крещи куда проблемы могут быть, а так-то хрен, ну, 15 никогда не пройдет эй, да где это, ну, тут шрифтоки-то были, где-то а тут тоже какие-то неплохие, своеобразные, своего цвета, так сказать, дома я думаю, что я мальчик не называю, а я мальчик с той стороны, вон там где-то, где-то отдел, там, когда это косx-тодие началось, ну, а второе, такие районы где-то ямальцкий诉ок ямальский, здесь что? ямальский, два еще Много различных микрорайонов в городе Тюмень настроили, понастроили. Интересно, кто еще Тюмень снимает, кроме города Тюмень, вот такие вот прогулки меня, Сергея Шарпова, я вот сейчас велеси сюда Александра Чалкина, меня есть, я шути, я фамилию, не люблю склонять чужих. Александр Чалкин, Сергей Шарфов, ну и Тюменский, сновосмыслый, видеофаналов, там из Калина Алексея снимает, ну вот там первый дуэкер, я уже знаю название, не будем повторять. А, да, Александр Волошинович, Чалый, ну и детские, малолетские, уж извините, что так грубовато. Их много, но у них в основном видео-то все в играх, их проскакивает иногда там день рождения или что где-нибудь, по городу сейчас снимут. Ну и не комплектованные, не укомплектованные, что ли, как сказать, не прибранные. Ну это же дети, на разную тематику там проскакивают иногда. А там смотрите, например, я бутылку пописал, ну типа это так образно, вроде. Из города Тюмень такие видео всякие появляются. Твоеобразные видео. Они находят определенную тему, чтобы ей придерживаться. В основном на видеоигры. Они что-то, например, про Тюмень Рассе, так как они еще только начинают свою жизнь. Особо не позже, не повидали, хотя, конечно, предшествуют семьи, много детей. С семьями есть что-то рассказать, но мало кто этим интересуется и занимается. Детям больше интересно убирать, потому что на то они и дети, молодежи. В игры, в видеоигры. А потом, знаете, где там вообще-то есть. Совет интересов, по-другому, на то, что в мире творится, в своем городе, да? Что-то меняется. Что-то добавляет, убирает. То есть, снова двор, строительство, строительство. Объекты сочетки. Будет. Да. Наука. Наука. Мостик. Мостик. Какие-то зеленые березы. Неудивительно. На улице дороги. На связи, на канаву, на транзакции. Отравленные, бедные. Бедные березки, блин, бедные. Вот дальше уже беленькие. И вот тут вот рядом, какой-то, на них, зеленый. Болото это. Отравились бедные. Корни их там, я понял, да? Сообразил. Дошло. Корни отравились. Поэтому березы, поэтому березы позеленели. Им плохо. Их тошнит от этого всего. Ну, как сказать. Не повезло, что здесь выросли. Или походил. Или то, что люди не убирают здесь. А, это стоки же идут. Ну, тоже тут, наверное, так должно быть. Я не знаю. Канализация. Что-то типа этого. А не ходят. Куда-то утекают они. Интересно, куда. Там, до реки, то рыто, до реки. Я придумал, как еще добавить название в видео. Окраина города Тюмень. Мы же были. Получается, Окраина. На краю города Тюмень. Получается, название надо. Окраина города Тюмень. Мы были уже в центре. Где-то теперь по краям города Тюмень. А, это не Путина, а Пума. О, здесь дедушка прошел. Пролгнулся. А, там было не Путина. Похоже, на Тюмень, кто открылся. Я думаю, у него есть. Там Пума. А, это... Не рассмотрел. Даже в очках. На плене минус 7. У него вышел. А, там, чуть-чуть. Не сиди. У меня есть. У меня есть. Я недавно прилегал. По-моему. По-моему, зрению, да, никуда не на водителе. Не провалить, конечно, никуда не. В очках едет. У них не с таким зрением. Поэтому, может, пешком присутствие. Привыкли ходить. Да и мне нравится пешком гуливаться. Камаз погрушил золото. Где-то сверчки, что ли. Кузнечики, то есть. А, нет. А, где-то полиснейский свистит свою. ДПСники. ГИБДДш. Вот, бабочка летает. Не знаю, не знаю. Ну, ладно, не ливайся. Про погоду хотел сейчас сказать два слова. В завершении уже, наверное, данного видео. Вот мы все ругаем погоду, да. Да, и говорят еще, у погоды нет плохой погоды. Так вот, я как-то наткнулся в интернете на одно изображение, где все показано и сказано, и довольно-таки понятно. Погода, наоборот, на людей, как говорится в кавычках, обиделась. Говорит, а сами вы плохие? Ну, как-то так там, я там, я подражено еще было, что всех замочило там. И ветра, и снег, и все там. Все жалуемся на погоду, а погода тоже велась. Мы все говорим, что все неплохая погода. А погода говорит, сами вы плохие, людям типа. Вот так, так что у погоды нет плохой погоды. Всякая погода, благодать. Вот еще и издалека, на монтажке 16, на дом бежит. Записать издалека. Там где-то мостного груза? Да, вон он. Знаете, его точно здесь не было. А, да, вон он, вон он. Вон он. Вон он. Не могу. Вон он, да, новый мост. Непережда я его точно вижу. Раньше его здесь нет. Получается, не полностью открыто эти движения, но частично. Ну все, обратно домой идем. Только это, как сказать-то, еще надо в магазин. Еще такой же путь в ту сторону проделал. Потом в магазин, то он брат. Офигеть. Еще можете позаниматься. Парка в разное время и пожелания, по настроению занимается. Спортом. По физическому настроению. Все по настроению делаю. Никогда подзаказывай. Никогда подзаказывай. Почему там? Что же делал там вказом? Когда это буду менять, так неинтересно. Все же от настроения. Надо делать все с настроением. Когда есть настроение. О, нифига тут подстригли. Берез. Ну да, то есть, я имею ввиду, делается искренне, с настроением, а не искусственно. То есть, все. Все по-настоящему. Открыто. О, душой, так сказать, вдохновение. Когда есть вдохновение, настроение, так сказать. О, какая круга. Ну, считаю, хорошо, что они побудут. Нарисовали, что я как-то. Снова ковчег. 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 Ну, я в ковчег. О, ну, нифига ты даешь. Пешеходная. А, нет, это вот пешеходная тротуар. Это дорога. Я ее спутал. Я хотел потуда пройти. Я думал, это пешеходная тротуар. Оказалось, дорога. Сейчас, наверное, дороге я позвоню. Ну, тогда важно. Вот тоже домик. Не помню. Что такое, хотя бы дать. Если мне когда-нибудь что-нибудь используют, то вряд ли, конечно. Влад, ты сегодня пойдешь. Свои видео-пробай район города. Так вот, я ответил так. Людям очень, по-моему, мало ли. Когда-то не будет интересно. Там количество просмотров. Не знаю, если подписчиков увеличится. То есть, так 5000 подписчиков. Вот, если кому-то будет интересно. Я отвечу так. Сам не знаю. Все делаю по настроению. Заранее ничего не помню. Куда судьба прикажет. По работе, либо там. Все же делаю по пути. Либо по настроению, по желанию, когда у меня будет. То есть, там не знаю, куда пойду завтра. Я из этого буду или записываю, всегда не выйду. Надо паузу уже взять. Что-то и так много. В последнее время не записывал. Время, просто время отнимается. Очень много. У меня сейчас других дел, что ли, будет-то нет. Что же. И по стоматологам, и по врачам, и по работе, естественно. Работа на первом месте. Здоровье на втором. Быт на третьем. Ну и личное время еще надо. Спирка, уборка, гласка, готовка и так далее. По дому. Какие-то дела. Ремонт штаны. Уже один все на мне, я уже говорил. Поэтому все, успевать приходится. Пока молодой, пока не сломался. Так, вот, 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 сказать. О, опять хорошая. Ну все, викторича поднялся. Мой. Точнее, я неправильно выразился. Пока есть силы жить. Дворить что-то, да. Будем жить дальше, а жить пока что-то, как говорится. Я и сам не знаю, что меня ждет завтра. Поэтому живем сегодня. Но и верим в хорошее будущее. И не забываем в прошлое, какое бы они не было. Ну я вот так вот. У меня такая позиция. Но сегодня, надеемся все-таки. Ведь я иду. Русские люди, в основном, надеждой живут. Многие. Ну не говорю за всем. Говорят за себя, да. Только за себя. Живу надеждой на лучшее. Но живу в настоящем. И не забываю в прошлое, какое бы оно не волшебо. Учусь на ошибках прошлого. Делаю какие-то выводы, навитирую. Размышляю, соображаю. Думаю сейчас, задумываюсь, прежде чем что-то делать или говорить. Все с возрастом, успехой, топой. Какие-то поступки, чтобы не уменьшись совершать на седу. Жизнь. Ну или по крайней мере стараюсь стараться. Так сказать. Все, что-то жарко стало, я встал. Сейчас позанимаюсь, пойду за продуктами, питанием. Все, хватит на сегодня, действительно. Больше часа видео, и так пролетело. Еще подосвободить пришлось. А, я понимаю, что закончить видео и прощаться на сегодня. Возможно, до завтра, возможно. Когда будет настроение, а вдруг завтра будет дождь. Я погоду не смотрел. Да, дождь ничего не было. Настроение не было. О, как это. Великолепно. Долгодачь. Надо остановиться. Иногда нужно остановиться, чтобы зафиксировать. И передохнуть заодно. Два в одном. Два в одном. Вот тоже камеры, видеокамеры нас снимают. Кто писал. Опаньки. Люди сидят. Ну все, это я уже вчера записал. Значит, не будем повторяться. Зачем? Ну, хотя, что, знаете, повторяться. Можно даже пройдить, ходить по тем же местам. Но, вроде говоря, это абсолютно о другом. Рассуждать нужно о разных вещах. Когда гуляешь на природе, особенно хорошо думаешь. О, сосна. Сосновые шишки. И шишки. Вот этот парк почему-то мне тоже понравился. В последнее время. Какая, говорю, здесь, потому что пушкинская атмосфера. Весна, ну, смотрите, листья словно осень. А, когда с осенью оттаяли листья, я все понял. С осенью отпали, потому что по цвету можно определить. Листью. Такая серая уже. Снесло ветром. Ну, сейчас хоть ветер спину. То, о чем я и говорил. Ветер спину, ветер спину, ветер спину, ветер спину. Ветер спину. Ветер дул. Ветер дул. Я люблю эту песню. Нахрен мне нужна попса. Мне она не нравится. О, ну, нет, все-таки. Все-таки, да, великолепный храм. Чего-нибудь скажешь. Мне синенький, тот больше нравится. Храм, который я записывал на республике. Но этот беренок тоже ничего. Смотрите. Великолепие храмов. И природы. Храмы, церкви, природы. Что может быть еще лучше для прогулок. Особенно с детьми. Птички поют, да. Я вот здесь, кстати, занимался. Делал прогибы назад на руки. У меня получалось ног назад в размышлении. Потому что, посмотрите, я же несколько на этот видеоканал. Для прогулок. Это просто общенный канал Игорь Петрович. Есть Игорь Петрович. Реал лайф. Там, спорт. Он занимается спорт. Герлс, спорт. Раньше я за девушками бегал. Записывал тоже видео. Дурачился. Делать нефиг было. Записывал, как знакомил. Пытался знакомиться с девушками. С некоторыми получалось. Все-таки говорили имена. Некоторые. Хотя, ну, это было пару лет назад. Когда он влюбился к коротке. С Маркиной Абекринзией. Ну, все, вот так. Мне надо заканчивать. Тихонько. В пилотничном виде на датчике. Прогулка. О, нифига тут какая ставня. Ну-ка, давайте-ка ее увеличим. Может, посидеть на ловачке. Упарился уже ходить. Мух сетовое видео и так будет. Так. Золотые куполы. О, как крест заблестел. Смотри, как солнце чуть показалось. Наверное, с конецерковным. Ну, давай, там, все-таки, по-другому, по-другому, но все-таки распределены. Сейчас буду думать, что в начале, что в окончании данного видео. Сейчас все посередине. И это займет не меньше двух часов на всю обработку, да. Ходил по ходу, прогулки по городу Тюминь-Даню в 22. Обработка видео и наложение музыки в мишене тоже в 24. Всего четыре уже в штабе, потратил на все. Надеюсь, хоть как-то это, купить-то шоу. В рейстории города Тюминь повторял. Ой, скрипался. Ага, все в парку подвижаемся. Заниматься этим. Плати за просмотра. Ага, вот так на меня смотрят, куда я там, наверное, отсюда. Олюзия, когда он клящился. Ага, понятно. Ой, ни хрена там качок какой-то. Сегодня с ним будем заниматься вместе. Вместе. Да, все. Прибывай. Нам брусья ждать. Ну все, до свидания. Ашан. И на сегодня погуляли опять то же самое. Вот, скажем, кстати, птички где-то. Опять то же самое. Продукты питания будем в завершении данного видео. И немножко поговорим. Ну о чем еще? О том, что поменялись. Да, сейчас. Галории подсыпали. Ну, кстати, на счете, агонистик, наверное, тоже надо увеличивать. Я слышал, что здесь не знаю, что у меня нет. Потому что организм привыкает уже к тем нагрузкам, к старым. И может застопориться. И телосношение привыкает. Это к нагрузкам в армельнику человек. И надо вылечивать. Чтобы был результат, чтобы поменялся. Чтобы у них дети, наоборот, увеличить помощь на массу. А чтобы, например, похудеть, это тоже не из чего сложного. Это надо меньше питаться, больше заниматься, больше калорий. Тиратить, чем потреблять пищу. Я вот сейчас вообще мало ем. Потому что у меня даже найдут о времени. Вот так еще можно сказать из личного опыта, совет. Ну, личный опыт даже не совет, а из личного опыта. Просто расскажу свои истории жизни, как стать. То есть, иногда не остается времени даже на покушать. Надо так чем-то занять себя. Чтобы мысли были, кроме как о беде, еще о чем-то заниматься. Чтобы на еду не оставалось много времени. Ну, все, уже подходим к дому. И у меня видеопамятник, раз заканчивается. На сотовом. Ну, вот, все покучено. В этот раз еще больше продолжительности. Какой-то. Данный видеоролик. Фильм. Документальный фильм из жизни Игоря Петровича. Так сказать, еще один день жизни. День из жизни, да. Ну, да. Это мы, в общем, временная года. Строим рыбу. В первый раз записываем ветеротворы. Это все, которые нам так и не строят ветер, как обычно. Мы, конечно, встретимся. Идем. Наверное, мы тоже скоро с лица начнем. Обещают построить, а все они начинают даже строительство еще. Где-то мы обещали, правда, еще весна. Как раз подождем. Уже главное обращение дошло до администрации города. И неужели она, администрация пообещала людям построить пешеходные тротуары. Мое видеообращение дошло. Сделало свое дело. Можно спать спокойно. Ладно, все, я тоже пошел. Ага, кушать, отдыхать. Работали, погуляли, прогулялись по городу, промялись. Порядка дома позанимался следом. И покушать, и отдыхать. Ну, а до отдыха еще очень далеко будет. Значит, сварить, сварить, иду, позаниматься и смонтировать данные видео. Отдыхать мы начинаем только под вечер. И домой-то приходим уже после обеда всегда. Ближе к вечеру. Вот так и должно быть. Работа работает. А дом дома. Ну, надо же после работы работать. И выходные дни всегда работают. Всегда есть чем заняться. И не остается время. Даже выходные дни. Ну, да, и обязательные прогулки по городу Тюмень. По полдня занятия в парках, спортом, дома. Кроме стирки, варки, уборки. Всегда есть чем заняться. Мы не лежим на диване. Мало, отдыхаем. Больше занимаемся. Чтобы не располнять. О, почки уже начали. Но, так и все. Плесеноеобразно. Она такая. Должно трем у нас, наверное, не забыл. Ну, вообще, в принципе, Синей, ромашеский погиб. Синей, собственно, уже не синий. Да, скоро все доцветет. Он колтает. Пахнет, что вы говорите. Приятно. Сиренца. Синей. Синей. Синей, нам, кстати, как мне нравится. Сиренец. Вообще, мне нравится. Ухожу очень рано, иногда в 5 часов встаю. В 6 часов встаю, чтобы успеть до 8 часов встать. Лифт мы вообще никогда не используем. Полезно прогуляться, калории поджимать. Лифт, особенно с нагрузкой и продуктами питания, никогда не использую. Только почту проявить. Ну все, пришли. Всем пока, с вами был. Еще про время хотел два слова сказать. Все куда-то торопятся жить. Как говорится, живи быстро, умри молодым. Как будто осознал для себя со временем. Такую, так сказать, фишку из вечного опыта тоже. Разобрался даже в проблемах с здоровьем своим. Раньше торопился, побыстрее бы к этому компьютеру. Если есть ничего хорошего. Пищу быстро не прожевывал. Даже быстрее пришел домой, быстрее покушать. Даже не мылся, ничего. Как я вообще выжил, не знаю. Сейчас полностью отстраняюсь от еды. Кушаю там, где положено, на кухне. Медленно пережевывая пищу. И частично, ну и занимаясь, как вы видите. Частично проблемы с кишечным трактом. Раньше уже начинались проблемы быстро. На скорую руку обедал. Еда быстро переваривалась. Еще пустыми углёдами, фастфудами. И сразу выходила. В общем, портил свое здоровье. То есть, все это рассказывали просто от отличного опыта. А теперь стараюсь никуда не торопиться. Даже если, ну если, конечно, не опаздываю. Там платно работаю или что. Даже в магазинах, если кто-то торопит, подожду. А то они говорят, мол, почему ты бы не расторопна? Я говорю, да я никуда не спешу. Или бабушка перебегает на красный свет. Я говорю, ну вы, видимо, торопитесь на тот свет. А она говорит, не пою дело. Дальше бежит. В общем, да, подождать, чем рисковать. То же самое и со всем со здоровьем. Со временем, в общем. Живем и так один раз. И время пролетает очень быстро. То есть, я стал неторопливым с кем. Да я всю жизнь нетороплив. Спокойно. Меланхоид. А сейчас уже стал как-то распределять время. Как говорится, всему свое время. Не торопясь. Стараться не торопясь. Медренными углеводами стал питаться. Чтобы пища лучше усваивалась. Наступаем. На этом теме за кретиками. Да и. Натуральный пластик. По подсластителю мед заговорил. Все кретиками, кискомолочками. Рассказывал. Показывал свое все это дело. Ладно. Все. Всем пока. С вами поговорили. Еще, как говорится. Тише едешь. Дальше будешь. Всему свое время в жизни. Не всегда нужно торопиться. Не всегда нужно торопиться.